Весеннюю индивидуальную охоту на самца косули, на мое личное мнение, каждый из охотников должен посетить хоть раз в жизни. И я даю стопроцентную гарантию, что какой бы возраст или опыт у человека не был, на следующий год в календаре у него появится еще одна знаменательная дата наравне с открытием охоты по Перу и Пушнини. Это будет день открытия весенней охоты на самца косули. Эта охота неимоверно красива и эмоциональна, но в полную меру, так сказать, на всю свою душу. А ощутить всю прелесть выхода в угодья можно только с опытными охотниками. Ведь тут главная задача не вклиниться в природу, как и народный гость, а стать полноценной частичкой дикого мира. Да так, чтоб ты стал тенью в полях, и дыхание твое было созвучно шуму вековых дубов. И тогда матушка природа откроет перед тобой объятия своего захватывающего мира, позволив добыть этот красивый трофей. Кстати, у коллектива Kyiv Hunters есть свой интернет-магазин на охотничью тематику, где представлен широчайший спектр товаров, отобранные на основании их богатого опыта в охоте. Удобность интерфейса и подробное описание товара радует глаз. И также приятным бонусом будет то, что для участников форума Kyiv Hunters присутствуют скидки в размере от пяти до десяти процентов. В общем, советую заглянуть на их форум и магазин, там вы найдете приятное общение с единомышленниками и полезный для вас товар за приемлемую цену. Это утро я ждал уже давным-давно, ведь сегодня день открытия весенней охоты на самца косули. Впереди нас ждут три незабываемых выхода в угоде охотничьего хозяйства сокол. Испытывать удачу в добыче трофея мы будем в разных условиях, утром и вечером на вышках и с подхода. В первый выход я решил идти с Артёмом. Охота будет проходить утром с подхода, при участии главного охотоведа по имени Роман. Артём берет с собой карабин Reiger American Rifle Predator, калибр 223 Remington, оптика Leupold, кратность 2,5-10, патрон RWS, калибр 223 Remington. Еще за час до рассвета мы уже были на подъезде к месту охоты. И притормозив за пару километров от разведанного ранее места кормежки косуль, мы, собрав все необходимые вещи, в полной тишине пошли следом за охотоведом. Идя по полю в полной темноте, ты уже полностью окунаешься в этот прекрасный мир охоты. Ведь целый птичий хор звонким голосом поет утреннюю песню, как будто призывая царицу ночь отдать такие бразды правления и впустить на поле первые лучи солнца. Заслушавшись птичьего пения, мы не заметили, как уже прошли те километры. И вдали на горизонте стал виднеться еще такой тусклый рассвет. Остановившись, Роман провел инструктаж, указав направление куда мы будем идти и где вероятнее всего пасутся косули. И хоть Артем довольно опытный охотник, но Роман вновь напомнил, что теперь наше передвижение по полю должно быть абсолютно бесшумным. Так как слух у косули очень острый, а опытные самцы уже не раз наученные. И подойти к ним на расстояние выстрела весьма нетривиальная задача. Постояв так пару минут, в надежде разглядеть вдали хоть один силуэт косули, мы выдвинулись далее. На этом участке было пусто. Так и передвигались мы из-за одной гущи в другую, в надежде разглядеть цель, но пока никаких признаков косули мы не замечали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пройдя еще немного, Роман дал сигнал, что вдали есть зверь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но расстояние для точного выстрела было запредельным. Да и было видно, что он двигается по дуге вправо от нас. Было решено не испытывать удачу и постараться пойти ему на перерез, таким образом сократив дистанцию, тем более там были места с гущей, которые помогли бы нам в маскировке. Кстати, на другом участке этого угодья охотник по имени Слава вместе с охотоведом также вышли в надежде добыть этот замечательный трофей. Их участок был более ухабистый, что позволяло более незаметно подобраться к зверю. Но пока на их пути постречался лишь заяц, который после ночной кормежки спешил на дневную лёжку. А мы, спешно обойдя поле, дошли до точки, где надеялись перехватить того трофейного самца. Но на полях были заметны лишь пару самок. После минуты ожидания Роман, чтоб не издавать лишнего шума, решил сам сходить на крайний участок гущи, Чтоб проверить, нет ли там нашей цели. И только он отошел, как сзади, уже из сплошной лесной гущи мы услышали лайк косули. Опытный самец, разкусив неладное, таки обхитрил нас. И каким-то чудом учуяв охотников, успел обойти все поле и уже в укрытии начал лаять на незваных гостей. Но на то она и охота. Чтоб не все складывалось, как мы задумали. Но мы не расстраивались. Время на поиски нового трофея у нас еще есть. А в это время Слава вдали заприметил пасущуюся косулю. Ну и его ждало разочарование. К сожалению, это была самка. Вы же продолжили наш путь, останавливаясь возле каждых зарослей, чтоб оглядеться на наличие самцов косули. И вот удача. Прямо из лесной гущи показался себе. Силуэт самца. Хоть и не с такими большими рожками, как у прошлого, но тоже весьма привлекательными трофейными качествами. Но расстояние и густая трава не давала шанса на прицельный выстрел. В этот раз было решено подождать в укрытии, так как маршрут следования зверя был в нашу сторону. На другом участке охотнику также повезло. Охотовед заприметил наличие самца косули. Теперь Славе, главное не спугнув цель, приготовиться к выстрелу. Наша же цель уже подошла на расстояние прицельного выстрела. Теперь, усмирив весь азарт, бурлящий в крови, Артему предстоит нелегкая задача попасть точно в косули. Хоть и процесс прицеливания был непродолжительный, мне показалось, что прошла целая вечность. Нервы успокоить удавалось с трудом. Сейчас должен был решиться исход сегодняшней охоты. Раздался выстрел, и самец, пройдя пару шагов, упал в траву, ознаменовав о удачном завершении нашей сегодняшней охоты. Теперь дадим пару минут успокоиться всем и будем выдвигаться забирать трофей. А в это время в жилах Славы бурлил не меньший азарт, ведь все готово, и ему также предстоит сделать точный выстрел. Но этот козел, как будто чуя неладное, начал свои странные танцы, пытаясь отогнать от себя надоедливую мошкару, и заодно не давая охотнику ни малейшего шанса на прицельный выстрел. Чем не хило так удивил и охотника, и охотоведа, и даже оператора? КОНЕЦ И пока Слава пытался выцелить, мы уже подходили к нашему трофею. Но под красноречивую речь Романа наш козел и не думал сдаваться в руки охотникам, и что есть духу нырнул в соседнюю гущу. Очумевшие на секунду мы что из сил кинулись за косули. Но куда там? Выбежав на поле, ни трофея, ни следа мы не заметили. После такого курьеза всем понадобилось пару минут перевести дыхание и решить, что же делать дальше. А в это время Слава все так же безуспешно пытался выцелить этого неугомонного самца, который продолжал свои танцы. Неумолимо двигаясь в гуще, куда он через пару минут и нырнул, оставив и этого охотника ни с чем. Вот вам и охота. Ни пером написать, ни в сказке рассказать. На нашей же стороне угодьев мы, успокоившись и поискав следы крови, вызвали собак на помощь, так как было очевидно, что зверь бит крепко и по идее он не должен был далеко убежать. Выкуривая уже энную по счету сигарету, в метрах сорока от нас мы услышали сухой треск веток. Это была наша цель. Как оказалось, козел не побежал в поле, а крутнул в гуще и зацепившись рогами залег. И лишь наш шум заставил его вновь сделать попытку подняться. В этот раз Артем уже не испытывал судьбу, а сразу добрал подранка. Трофей Добыт Трофей Добыт Души и природы. Ради таких эмоций мы и выходим в угодья. Ради такого утра мы и любим охоту. Теперь нам оставалось лишь направляться на базу, чтоб передохнуть и уже вечером вновь окнуться в этот прекрасный мир охоты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова